Приветствую вас! Смотрите, ситуация сама по себе, на мой взгляд, достаточно, ну, скажем так, простая, да? Если говорить вот именно о ней, так сказать, локально, да? Вот. То есть локальная ситуация просто, локально вы хотите, значит, сблизиться с мужчиной, вот, который вам симпатичен, который вам нравится, вот, который вам интересен, да? Вот. То есть локально всё понятно. И вроде бы он знал, что вы не свободны, да? Он знал, что вы не одна, и поэтому не делал каких-то действий, всяков для того, чтобы с вами сближаться. Вот. То есть здесь ситуация, вроде как, вполне понятна. Но. Но. Несмотря на то, что вы вроде как понимаете всю ситуацию, ну, скажем так, в целом, не смотря на это, вы всё-таки испытываете трудности с тем, чтобы мужчине написать. И основной момент здесь заключается в том, что именно сложно для вас, что именно тяжело для вас, что именно не получается, что именно кажется вам наиболее опасным, наиболее трудоёмким. И вы, в принципе, об этом говорите. Вы говорите о том, что вы боитесь отказа. То есть, по сути, вы боитесь того, что мужчина вам откажет. И я надеюсь, что вы согласитесь со мной в том, что если бы вы не боялись отказа, если бы вы, ну, если бы вам не было бы страшно, что мужчина вам может отказать. Вот. То, скорее всего, вы бы ему уже давным-давно бы написали. Вот. Скорее всего, всё было бы в порядке. Вот. И, собственно говоря, тогда получается так, что вы не можете ему написать, потому что боитесь отказа. Но страх отказа, это страх перед, скажем так, неким, неким определённым состоянием, которое вы можете испытать в случае, если мужчина вам откажет. Это определённые мысли, которые вы либо не хотите, либо не можете, значит, испытывать. Это определённые чувства, которые могут вызывать у вас по той или иной степени дискомфорт. И, на мой взгляд, отталкиваться нужно от этого. Чем так страшен для вас отказ мужчины? Почему вы так боитесь этого? Я имею в виду отказа мужчин? Чем для вас, или так страшно, что вы будете думать, если он, например, вам откажет? Что вы будете думать, например, о себе, допустим? Что вы будете думать о нём, может быть? И так далее. То есть здесь вот нужно сконцентрироваться на этом. Это важно. Здесь важен именно данный аспект. Что касается того, как поступать, что касается того, как себя вести, то я полагаю, что вы, в принципе, уже и сами знаете ответ. То есть если у вас с ним налажен контакт, но вы не общались просто потому, что, ну, не было, скажем так, возможности для общения, то все, что вам нужно сделать, это просто написать ему и просто начать диалог на какую-нибудь тему. То есть тут даже факта отказа, по сути, не будет. Вот. Ну, потому что вы с мужчиной будете говорить на некие отстранённые темы, которые, ну, которые, вот, для него, именно для него и для вас будут важны. Понимаете? Вот. А отказ, отказ, это не желание строить отношения, чего у вас, в принципе, не будет. В принципе, не будет. У вас этого, в принципе, сейчас быть не может. Потому что вряд ли вы сами сразу, сходу будете предлагать ему отношения, вот. Вряд ли вы сходу сразу будете вовлекать его во взаимодействие с вами, вот. Я не думаю, не думаю, что вы будете это делать. Вот. А потому ни о каком отказе речи не идёт. Но тот факт, что вы боитесь отказа, безусловно, очень важен. И его, этот факт, безусловно, нужно прорабатывать. Потому что он, этот факт, по сути, очень негативно сказывается на вас и на том, как вы себя ведёте именно, ну, вот, с мужчиной. То есть, это влияет на ваше поведение. Это влияет на, на вашу модель поведения. А это недопустимо в отношениях, потому что, если, вот, есть влияние, да, если есть негативное, негативное влияние на поведение, то вы, соответственно, не свободны. Если вы не свободны в отношениях, ну, с мужчиной, то вы не можете строить хорошие отношения. Хороших, адекватных взаимодействий с ним. Что, в свою очередь, опять же, влечёт лишь определенное невротическое состояние, Которая для вас ничем хорошим не закончится. Другое дело, другое дело, что боитесь отказа вы не случайно. То есть у этого есть причины у того, что вы боитесь отказа. Это может быть определенные травмы в детстве, это может быть негативный опыт в том же детстве. Это может быть неправильно сделанные выводы, которые набрашивались у вас в той ситуации, в какой вы были. Вот. Понимаете? То есть тут конечно история, она нуждается в том, чтобы ее разобрать, чтобы разобрать ее адекватно. Потому что страх отказа он сам по себе практически никогда не появляется. Вот. И это нужно понимать. Это нужно понимать и понимать достаточно хорошо. Вот. Надеюсь, что данный аспект вам будет понятен. То есть определите для себя, вы хотите поступить каким-то образом совершенно нормальным, совершенно логичным, естественным образом. То есть это абсолютно нормальное, естественное поведение. Вот. Но, но, вы себе этого как бы не позволяете. И у меня вопрос. Почему? Да? То есть вот. Что вам мешает? Почему такое значение отказа? Вы будете винить себя в этом? В том, что, например, вам человек отказал. Но в таком случае это достаточно эгоистичное поведение. Потому что далеко не всегда от вас зависит то, что человек делает. Далеко не всегда от вас зависит то, как человек поступает. Далеко не всегда от вас зависит то, что он выбирает. Поэтому не стоит отказ. Амммм. Его вы снимаете на свой счет. А если вы готовы это сделать? Да? Если вы готовы воспринять отказ человека на свой счет, то в таком случае, возможно, вы не уверены в себе. В таком случае, возможно, вы сомневаетесь в себе. И в таком случае, возможно, что в отношения вам вступать и не следует еще. Может быть, это даже хорошо, что вы не в отношениях с ним. Ну, просто потому что в противном случае, находясь не в отношениях, вы бы испытали куда больше негатива. Кстати, а из-за чего вы расстались с мужчиной? Вряд ли это случайно, что вы расстались с мужчиной, со своим. Вот. И вы боитесь отказа. Я полагаю, что у этого есть определенные связующие звенья, которые тоже желательно бы разобрать. Ну, конечно, если вас это интересует, если вам что интересно, если вы хотите с этим разобраться. Вот так. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Начните с мужчиной разговаривать. Начните с ним чем-то делиться. начните его о чем-то спрашивать. Начните что-то рассказывать. Сами, возможно, рассказывать. Вот. И тогда, я думаю, ситуация, по крайней мере, покажет, как он к вам относится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в дуракаму, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok